Здравствуйте! В эфире новости 24 на канале ННТ, в студии Махач Курбанов. Коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Оперативная съемка с места возгорания пятиэтажного дома по проспекту Акушинского, 32А. В Доме Дружбы прошло торжественное заседание, посвященное 15-летию хадж-миссии России. Сегодня около 17.00 по проспекту Акушинского, 32А, произошло возгорание кровли пятиэтажного жилого дома, которое впоследствии сгорело полностью. По уточненной информации, площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Пострадавших нет, информация уточняется. К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечено 44 человека и 11 единиц техники. Причина возгорания пока неизвестна. В Доме Дружбы прошло торжественное заседание, посвященное 15-летию хадж-миссии России. Участие в нем приняли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Илья Сумаханов, Муфти Дагестана, шейх Ахмат Афанди и руководители духовных управлений, мусульман, ряда субъектов. Подробности у Атикад Магомедовой. Рамазан Абдулатипов прежде всего поздравил всех мусульман с 15-летием хадж-миссии России, пожелал здоровья, благополучия, а организатор миссии еще и успеха в этом богоугодном труде. Хотя в своей сущности дагестанцы прекрасно понимают, что такое хадж, насколько это огромное значение имеет для него, для его семьи, для его родины. И в этом плане наш муфти и в прошлом Саид Мухаммад Ахаджи и далее, в долгие годы, шейх Ахмат Ахаджи, значит, Саид Афанди, наш высоко почитаемый человек, которые способствовали этой работе и максимально делали все, чтобы действительно совершение по обществу служило духовному обновлению Дагестана и дагестанцев. Глава отметил сложенную работу всех организаторов хаджа, в частности, подчеркнул деятельность муфтиата Дагестана и куратора всей хадж-миссии Ильяса Умаханова, которые долгие годы фундаментально занимаются этим вопросом. В паломничество к святым местам в Саудовскую Аравию ежегодно отправляются тысячи дагестанцев. Только в прошлом 2016 году паломничество совершили более 7 тысяч жителей республики. На самом деле история хаджа не начинается только с Совета Покаджи. Хадж начался гораздо раньше, и даже архивные документы показывают, что перерывом перепроизошел в 90-х годах. С 45-го по 90-е годы прошлого столетия, за 45 лет, нас совершили, вот по тем данным, которые есть у нас в распоряжении из архива, всего 900 человек всего и всего Советского Союза. Это в среднем 20 человек в год. А начиная с 90-х годов, счет уже шел даже не на сотни, а на тысячи. И сегодня мы можем с удовлетворением сказать о том, что если начинали всего с 10 регионов, из которых выезжали паломники, то по итогам прошлого года это 73 субъекта федерации, из которых паломники Российской Федерации имели возможность совершить хадж. В рамках заседания выступили известные духовные деятели и руководители духовных управлений мусульман ряда субъектов. Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди рассказал о положительном опыте взаимодействия с туроператорами, участвующими в процессе перевозки паломников в хадж. За последние 15 лет из республики Дагестана хадж совершили более 200 тысяч человек. Немалое количество совершивших хадж из других регионов Российской Федерации. Хочу ответить, что после создания Совета по хаджу и хадж-миссии России в 2002 году была налажена система организации хаджа российских мусульман на высоком уровне. Благодаря взаимодействию духовных управлений и органам государственной и исполнительной власти удалось создать эффективный механизм организации хаджа. В ходе заседания также выступил чрезвычайный полномочный посол Королевства Саудовской Аравии в России Абдурахман Бен-Ибрахим Араси, который отметил уровень взаимодействия Королевства и Российской Федерации. Руководитель хадж-миссии России Магомед Гамзаев и другие ученые и богословы. Мы собрались, чтобы выразить свою радость и поздравить хадж-миссию с 15-летним юбилеем. Хоть это и небольшой срок, но это очень важно для нашей страны, так как буквально только в 90-х годах мы получили какую-то свободу для вероисповедания, начали строиться мечети. Даже сегодня, если я не ошибаюсь, в цифрах приводились, что в Дагестане было 27 мечетей, по-моему. У нас в республике тоже, в Татарстане, 24 мечети осталось после распада Советского Союза. И вот уже сегодня 1535, и у вас более 2000. Поэтому все эти события, они важны, они связаны, мы должны это отмечать. Будь то внутри страны, за пределами и в самой Саудовской Аравии, говорят о том, что хадж-миссия Российской Федерации признана одной из самых лучших по организации паломничества. И, естественно, это вызывает у нас определенную гордость. Действительно, паломники не испытывают вот тех тягот, как раньше. И мы видим, что вот такое взаимодействие и органов власти, и духовных управлений Российской Федерации приводит вот к такому результату. Среди таких монстров, которые имеют многовыковой опыт, как Турция, Пакистан, Малайзия, Пакистан и другие страны, арабские страны, мусульманские страны, среди них российская хадж-миссия признана по итогам прошлого года, позапрошлого года, подряд два года одной из лучших в мире. Это показатель, что за этот четверть века, за 20-30 лет, какой риск и скачок нам сделаны в организации хаджа. По итогам обсуждения, участники заседания и высокопоставленные гости ответили на опросы журналистов, а завершилось торжественное заседание вручением всем сторонам, вовлеченным в процесс проведения хадж-компаний, государственных наград, благодарственных писем и грамот. Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации награждается Хабибов Асбек Асадулаевич, генеральный директор туристической фирмы «Марватур». С коротким обзором новостей вас ознакомит Алина Хасанбекова. В Дагестане число пострадавших от укусов клещей достигло 457 человек. С начала сезона 2017 года в медицинские учреждения Дагестана по поводу укусов клещей обратилось 457 человек. Известно, что в их число входит 215 детей. С провизорной целью были госпитализированы 37 человек. Наибольшее количество укушенных граждан на минувшей неделе зарегистрировано в Хасаверте, в Каспийске, в Тарумовском и в Хасавертовском районах. В Дагестане открылась база отдыха для инвалидов. Новая база отдыха для инвалидов-ампутантов «Весна» открылась в Карабутахкенском районе республики. На двух этажах расположены несколько номеров, оснащенных для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями. На данный момент в центре проходит оздоровительный курс 40 человек. Также известно, что в дальнейшем учреждение сможет принимать до 600 отдыхающих за сезон. В конце, как обычно, курс валюты на завтра. Доллар 59 рублей 88 копеек, евро 68 рублей 35 копеек. На этот час у нас все. Оставайтесь с нами. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok